Новенькие 10-метровые автобусы должны понравиться горожанам, уверены в ТО «Гринбасс Компани». Они вместительные, удобные и мобильные. Это 10-метровые автобусы, оснащенные механической коробкой передач, вмещающей 70 пассажиров, в том числе 30 сидячих мест и 40 стоячих. Полная компания на этот момент в Алмате уже приобрела 187 автобусов. Из них 137 в прошлом году, в этом году 50. Китайский Ютон выйдут на три маршрутные линии, самые популярные в городе – 112, 126 и 50. Именно по ним поступало много жалоб от горожан. 50 автобусов должны обеспечить полную регулярность движения, а освободившиеся от этих линий единицы отправят по другим маршрутам. На что жаловались? На низкое качество самих? На автобусы, нерегулярность? Нет, нерегулярность была. Это был один из лучших маршрутов 112, но из того, что когда 6-й трамвальный маршрут закрыли, и эти автобусы поменяли на 6-й трамвайный маршрут. Там не было остановок, и автобусам приходилось ездить по трамвайному пути. Вот эти три маршрута, сейчас вы 50 поставите, это такие востребованные маршруты? Да, очень востребованные маршруты. И как это сейчас повлияет? На сколько разгрузится, удовлетворенность? Мы так думаем, что у нас пассажиропоток сразу же увеличится на 112 где-то на 40%, на тех маршрутах на 30% пассажиропоток поднимется. И соответственно, за счет того, что автобусы новые, регулярность будет 100%, то есть удовлетворенность, я думаю, 100% будет. Отмечают пассажироперевозчики и то, что с дифференцированным тарифом увеличилась заработная плата водителей. Таким образом решилась проблема с нехваткой кадров. У нас доход увеличился, в связи с увеличением дохода выросли и заработные платы у водителей. Сейчас у нас средняя зарплата у водителей 220-250 тысяч тенге за 15 дней работы. И это не предел, есть, который заработает и больше. Но минимальный заработок 170 тысяч. До конца года в Алматы появится еще порядка 300 автобусов. Их приобретет компания «Алматы Электротранс». 20 автобусов марки «Лиас» уже прибыли в город, еще 40 выехали из Москвы. Остальные будут прибывать поэтапно. Все автобусы оснащены кондиционерами и будут оформлены в едином стиле по брендбуку города. Еще 254 автобуса с октября по апрель планируют приобрести частные перевозчики, 60 из которых средней вместимости, остальные большой.